До 22 июня этого года город Тащинск у нас был единственным муниципалитетом, который не скорректировал правила благоустройства, исходя из тех требований, которые уже с 2017 года, когда стартовал проект национальный у нас формирование комфортной городской среды, и когда мы говорили о том, что необходимо упаковать правила благоустройства, стандарты, там, общественных пространств, улиц, значит, сейчас там стандарты связаны с дизайнным кодом, либо там вывесками и фасадами, стандарты связаны с дорожным сервисом. Так вот, 22 июня это случилось, теперь такой документ у вас есть. Мы понимаем о том, что это работа не одного дня, что хотелось бы сказать в целом, чтобы мы это внимательно посмотрели, он действительно образцовый. То есть он действительно образцовый, вы не прошли по пути, так сказать, типового документа, когда нам в институте... Муниципального развития. Ну, институте муниципального развития, да, меньше что-то разрабатывал, но стоило ли это того, то есть мы так долго его принимали. То есть теперь в отношении... Теперь он есть, это документ, который позволяет нам работать с законными владельцами зданий, строительства, сооружений по приведению и фасадов, и вывесок, и прилегающих территорий в соответствии с этим документом. Но хочу сказать о том, что вы-то сейчас говорили о статистике, связанной с заводом административной комиссии, а то, что 10 марта в году был принят документ на федеральном уровне, который запрещает все вопросы, связанные с... То есть мораторий на все действия по государственному муниципальному контролю. То есть теперь мы, соответственно, должны опять уговаривать, еще раз повторюсь о том, что это работа не одного дня. И мы видим, недостаточно вложить бюджетные средства, сделать десантированную дорожку, там, улицу и так далее. Визуальная среда, которая сейчас остается неудовлетворительной, говорит о том, что комфортные среды мы не получаем на сегодняшний день. Мы про это говорим, потому что мы говорили с первого года нашей работы. В отношении рекламы, два слова. С конца 2015 года реклама в законе 15 утра и полномочия по утверждению типов и видов рекламных конструкций была передана на уровень субъекта. В прошлом году в сентябре приказы Министерства строительства были утверждены активные правила АПС, которые подтвердили типы и виды рекламных конструкций, схемы, которые предупреждают Министерство строительства. За этот период из города Ачинса не поступило ни одного документа по корректировке схемы. То есть о чем это говорит? Все другие муниципалитеты понимают, что либо закончился срок аренды этого земельного участка, то есть, что называется, приводят в соответствие рекламу, в соответствии с вот этими типами и видами и расстояниями, там, в зависимости от зон. Хочется задать вопрос, мы сегодня получим на него ответ. То есть, либо, ну что называется, никто не заглядывает в этот нормативный документ, который является нормативным документом, либо все-таки срок аренды настолько длительный, мы понимаем о том, что еще какое-то время, вот оно как находится, этот регион, она как бы и будет находиться. Если говорить о федеральном проекте и о государственной поддержке, которая в 2-й год серьезно осуществляется на вопрос оборудового устройства, то, коллеги, вот за 6 лет, с 2017 года, в сравнении, приведу несколько цифр, по проекту формирования комфортной городской среды, городу Ачинску было предоставлено 570 миллионов рублей. Мы с вами сделали 13 общественных пространств и 104 дворовые территории. За 2 года, за 21 и 22, порядка 300 миллионов рублей мы с вами потратили на другое устройство. Тем не менее, еще раз хочу обратить внимание, что это средство серьезное, но за счет отсутствия работы с вывесками, с рекламами, то есть, его недостаточно. И в этой связи хочу немножечко скатиться, либо наоборот подняться на такой показатель, как индекс качества городской среды. Понимая о том, что это федеральный проект, понимая о том, что это стремление к тому, что наше муниципальное образование должны быть комфортными, в министерстве правительства и правительством, но введено такое понятие и без качества городской среды. Город Ачинск, кто знает, в другом, что называется, состоянии находится город Ачинск, но вот в этом вот рейтинге. Потому что этот рейтинг из 22 городов, Москва его формализовала, для этого есть всего 36 условно показателей, причем эти показатели касаются разных сфер и направлений, причем посчитать очень все, оценка этой среды осуществляется по очень простой методике. 36 показателей, нужно по каждому сделать, вертили 10 баллов, 361 набрать. И считается, что город соответствует комфорту, когда набрали 181 баллов. В городе Ачинск у нас находится 177 баллов. Причем я хочу сказать, что эту динамику мы с коллегами постоянно обсуждаем, и есть, как я говорю, десятку нужно набрать. Вот за 20-й год улицы с развита сферы услуг 1 балл. Очень много показателей по зеленым насаждениям. То есть вы сидите на единичке-единичке, все, что связано с уровнем озеленения, состоянием зеленых насаждений, привлекательности зеленомолных территорий и так далее. Чего это говорит? В том, что это такая неживидностная работа. Здесь есть показатели, в том числе и смертность на дорогах, и уровень очереди в детских сфер и сады и так далее. То есть комфортная среда, она оценивается вот так вот комплексом. Поэтому, Игорь Петрович, хотел бы обратить Ваше внимание о том, что эта работа не одного Олега Викторовича и его команды. То есть это такая работа, на которую нужно отдельно сейчас посмотреть для того, чтобы... Но город Арчинск все-таки вошел к из них на сегодняшний день из 23 городов, 8 в Красноярском крае, что называется, имеют шанс, они уже являются такими городами. И еще, если мы говорим все-таки о проекте формирования на год на городской среды, с самого начала, основной принцип участия в этом проекте, это повречение жителей. На сегодняшний день хотелось бы сказать о том, что город Арчинск в этом году, по объектам 23 года, не справился с этой задачей от слова совсем. То есть на сегодняшний день у нас в Ачинске, Женнадовске, Норильске, с конца, это 6 муниципальных образований, которые не достигли уровня, но увлечения граждан, которые необходимы при определении участия в этом проекте 23 года. Хочу сказать о том, что если говорить про цифры, то есть это всего 55-70 процентов, а от того, то есть даже половина, по большому счету, это обязательный показатель, и отсутствие желания жителей благоустраивать территорию говорит о том, что, скорее всего, наверное, можно не участвовать в этой программе, можно принять решение, разрешить ее в этой программе. Не знаю, почему так произошло, но не то, что есть, ну, в двух годах примерно все дела, которое значительно больше, то есть еще интересная, недостаточная работа, поэтому здесь тоже просьба с этим вопросом поработать. И действительно, Сергей Андреевич, вы помните, мы с вами говорили еще, когда начинал этот проект, мы говорили, что вопросы содержания, как будто бы мы не должны нас касаться. Тем не менее, мы видим на сегодняшний день, что этот вопрос имеет место быть, он очень важен, и со своей стороны, мы работаем с Министерством финансов, и на сегодняшний день направлена потребность на содержание, как я уже сказала, 13 общественных пространств. То есть, если говорить о цифрах, то есть это только на эти общественные пространства, по такой минимальной схеме, где мы там нормативность и все уменьшили, то есть нужно порядка 62 миллионов рублей. Мы понимаем о том, что это средство огромное, в этой связи, конечно, поддерживается задача, связанная с государственным частным партнерством и закреплением за содержанием этих территорий, в том числе структур, которые либо рядом прибегают, расположены, либо там развивают какие-то... Дополнение, я до конца единственное, что скажу, что подтверждает, что недостаточное увеличение граждан в реализацию баченцев в проекты по благоустройству, в том числе и в связи с отсутствием определенных условий взаимодействия между населением. И я, допустим, считаю, что плохо, что в городе Яншинске не работает конкурс на самый благоустроенный двор. Мы знаем, что насколько это важный конкурс, и несколько номинаций мы знаем о том, что там и лучший двор, лучший подъезд, лучшая клуба и так далее. Насколько, когда проводится конкурс, номинация вручается активным, врицательным советом домов определенные грамоты, гранты. И мы сейчас такое, по крайней мере... Идет, самое главное, идет общение между населением, активными гражданами, врицательным советом домов, управляющими компаниями и властью. Мы сейчас в этом году одну номинацию пока вводим, что потом уже на более... ну, в большем количестве номинации участвуют в следующем году. Это сплачивает. И, значит, более интересное между населением идет обсуждение тех временных проектов. Я считаю, что на этом уровне, да, у нас работы пока недостаточно. По рекламе, я знаю, есть такая проблема, но тоже мы уже по задаче поставлены в ближайшее время. Во-первых, я знаю, что есть у нас незаконно много рекламы, в то же время быстрее нужно расчеты сделать, которые мы должны предоставить в край. Те вопросы, которые вы сказали, я, значит, еще раз говорю, соглашаю, что есть много тем, с чем работать, но уже определенные распорядительные документы требуют для того, чтобы эту ситуацию поправить. Спасибо.